Защищать лучше вообще досконально, чтобы в последующем новая краска не отвалилась. Причем вдоль волокон или поперек – неважно. Советы профессионалов – навес золота для тех, чье утро началось на строительном пикнике. Он развернулся в День России у дома Заседских на Ленинградской, 12. Сейчас здесь работают в основном студенты, представители студенческих активов, учреждений высшего и среднего профессионального образования. Также здесь очень много ребят из строительных отрядов. И основная часть ребят – это представители волонтерского центра города Вологды. Именно эти ребята инициировали акцию, решили привести в порядок одно из старейших зданий Вологды – памятник деревянного зодчества, которым восхищаются туристы. Оно давно утратило первоначальный вид и нуждается в ремонте. Слой краски в некоторых местах очень толстый, поэтому приходится приложить очень много физических усилий. Я считаю, что внести лепту в такое дело ценно очень. Каждый горожанин несет большой вклад, если поучаствует в такой акции. Мы волокжане, мы вместе. В День России вместе около сотни добровольцев, реставраторы, городские власти. Все они стали участниками акции «Мы волокжане, мы вместе». Первый раз пробую просто. Вот это мой первый опыт. Конечно, тяжело красть, потому что краска густая, но все нормально. Однако есть и опытные волонтеры – участники стройотрядов. Они колесят по масштабным стройкам страны. Для них строительный пикник – дополнительная возможность отработать знания на практике. Нас как раз привлекают к строительству, или дорожному строительству, или строительству жилых комплексов. Я специально проходила курсы, получала корочки, штукатура, маляра, обучение проходила. Но это вот мой первый такой опыт именно использования этих корочек. Шкурят и красят. Работа кипит со всех сторон особняка. На подстраховке – профессиональные реставраторы. Дерево-материал капризный, требует особого подхода. Здесь много очень мелких элементов, которые тоже подлежат зачистке. В этом есть небольшая сложность. Но надеемся, ребята справятся, и дом приобретет новый облик. Накануне большую часть старой краски сняли специалисты управляющих компаний. Завершили подготовку работники Кремлевского сада. Леса устанавливали, обеспечили материал в виде досок. Полная подготовительная работа. Закупить краску помогли предприниматели. 60 литров белой, 120 салатной, как раз на два слоя. Наносят кисточками. В сухую древесину впитываются моментально. Мы делаем не реставрационную работу, а именно ремонт. То есть мы меняем лакокрасочное покрытие. То есть красим в тот же существующий цвет, который был до этого. Мы сохраняем всю деревянную обшивку, в первую очередь. Потому что если все-таки не проводить такие мероприятия, ну, дом приходит в негодность. Понимают это не только реставраторы. Градозащитники тоже. Вопросов целесообразности такого подхода не возникает. Дом преображается на глазах. Резные наличники становятся нарядными, кипельно-белыми. Пока на федеральном уровне не выделяется финансирование для капитального ремонта. Вот таких объектов, как дом Засецкий, дом Пузана-Пузыревского. Это уникальные объекты. И хотелось бы сохранить эти здания. В таком виде, я думаю, что он простоит еще много-много лет. Одним днем работы не ограничатся. Кровлю тоже подремонтируют. Гречнево каша и сладкий чай стали отличным завершением начала большого дела. Продолжился День России масштабным праздником с мотопробегом, спортивными промо-акциями, концертом и массовым велозаездом по ночной Вологде.